Всех приветствую! Сегодня мы приехали в Квитленбург, кстати. Наверное, у кого-то вопрос возникнет, а чего он ездит чуть ли не каждый день. Я забыл сказать, я в отпуске с 1 мая, и перед отпуском у меня было еще 3 выходных. Сегодня мы приехали с Ильей в Квитленбург, и хотим посмотреть, снова пройтись тут, посмотреть. Я хотел вообще вдоль реки пройти. Не знаю, вот этот замок мы будем показывать или нет, пойдем. Мы, может быть, тоже зайдем немножко, походим. Вот у меня за спиной должен появиться. А вообще там вдоль реки есть дома, которые подвалы ниже даже дна реки. Они очень близко. Это довольно интересно. Кстати, привет каналу, по-моему, только так называется. Не помню точно. Спасибо за такой ник, он мне понравился. Сегодня с вами два бородатых крестьянина в Квитленбурге. Пошли. Ну вот, мы подходим, друзья, пока к замку, пока мы пониже походим. Замок, не знаю, ну как замок. Там что-то напоминает церковь, и вот там, я говорил, колонны. А сверху очень много камней, безумное количество. Но, возможно, мы туда и поднимемся тоже еще сегодня. Есть люди, которые любят там в Турцию сгонять, еще куда-то. Вы знаете, я бы, может быть, тоже бы сгонял, но что-то мне не охота. Мне столько тут мест много интересных. И прогуляться есть где, и в лесу, и озера есть. И, в принципе, меня это вполне устраивает. Может быть, конечно, я куда-то еще и съезжу. Хотя в этом месяце точно нет. Хотя я скажу вам, Балтику, на Балтику приглашали, в Берлин приглашали. Но как-то все не получается. Ладно, пошли дальше искать вот эти вот дома затонувшие. Ну, в общем, ощущение такое, он по жизни реставрируется. Каждый год, короче, тут что-то делают-делают. То стены вот эти вот, укрепляющие вот эту гору, они переделывали сколько раз, неизвестно. Вот эти леса, то с одной стороны, то с другой. И постоянно вот так вот интересно. Наверное, просто бабки кассируют, блин. Неужели каждый год надо реставрировать, блин? Сейчас мы пойдем сначала найдем речку. Я, честно говоря, не помню. Давненько было года три, наверное, назад мы тут с Юриком гуляли. А, вот она, я ее уже вижу. Сейчас мы туда подойдем. Итак, вот эти окна. Где-то, ну, окна пыли сейчас, если мы тогда с Юриком были, они чистые, я хорошо видел, да? То сейчас я даже показать не смогу, потому что я вот нагнулся, посмотрел. Вот тут расстояние примерно где-то 4, ну, 4,20. Я померил, не поленился. Ну, конечно, ногами, я знаю, сколько у меня шаг. Это чистый метр, когда, какой шаг надо делать. И, в общем, пол получается ниже вот этого грунта где-то на метр, если даже не больше. Ну, так визуально примерно на метр точно. Вот такая ерунда. Мы ходим просто вдоль речки прогуляться и посмотреть, сколько вообще мы таких домов встретим. Ну, мое предположение, что, скорее всего, когда эти дома строили вот так подобно, то вот этой речки тут просто не было. А потом, если как предположительно катастрофа и неизвестно откуда глина взялась и в очень больших количествах, то речка могла появиться гораздо позже. Ну, естественно, сделали вот эти укрепленные берега, так скажем. А какие-то дома вот так и остались. Вот, практически там, смотри, кирпич, он выглядывает. Ну, реально кирпич выглядывает. Хотели, пока не сильно поздно еще, сегодня мы поздновато приехали заскочить в замок Курц, ну, в смысле, коротко проскочиться там и снять там пейзажи и так далее, а потом уже пойти вдоль реки, а он, оказывается, закрытый на реставрации. Ну, и, в принципе, наши планы как бы продолжения туда следуют. Мы как задумали, тогда так и пойдем. Вдоль реки немножко вниз прогуляемся, а вернее, рекой-то это трудно назвать, вдоль, скажем так, ручья. Ну, это, ладно, я не буду больше показывать, наверное, это уже всем поднадоело, а это везде, по всему миру. Так, ладно, будем искать что-нибудь интересное, похода. Ну, домики такие есть. Ну, углублено там, конечно, и дверь довольно низкая все равно, потому что явно этаж там ниже. Вот тут я, честно говоря, не понял. Две такие огромные колонны, козырек. А, вот, я не видел. Тут, оказывается, дверь. И рядом стоит вот такое вот, ну, чудо вот этого вот природы. Ну, вот, подошли мы, обошли где-то, подходим к той самой, снова, к тому самому ручейку, хочется сказать, речке, но в то же время речкой это трудно назвать. Вот домик шикарный. Ну, также окна я уже отсюда вижу. Все там, этаж, называемый келлером. Хотя во многих таких этажах они просто используются как этажи нормальные. И в Берлине, ну, и пенсион там, когда работал, снимали. В таком я проживал. В общем, нормальный этаж, но под землей. Ну, сейчас, ладно, там как бы электричество есть. А раньше вот когда такие вещи видишь и даже не понимаешь, это что, дверь или окно? Ай, блин. Местами, местами аж... Так, а эта вода куда у нас? Куда-то тут еще развилка есть и направо пошла. А нам надо налево. В общем, как бы прямо она бежит. Там детская площадка, я смотрю, да? Где-то мы рядом будем проходить. Ну, вот такая она сейчас. Дождей практически нету. Хотя сегодня, вчера я показывал буквально небо чистое, голубое. А сегодня с утра встал, и они уже так стараются изо всех сил. И небо стало таким белым. И к обеду оно стало. И вот до сих пор и вроде, посмотрите, вроде солнце есть, да? Вот моя тень, солнце. А оно не греет практически. Вот что паразиты творят. Не дают погреться людям. Для них, наверное, солнце это раздражитель сильный. Вот домик красивый стоит на берегу вот этого вот ручья вот этого. Продолжаем мы движение вниз по ручью. Так, Илья меня пытается убедить в том, что подожди, что кирпича... Нет, рассказать, что кирпич... Куда? Что кирпич можно было в таких масштабах производить, чтобы строить эти дома по всей Германии. И всю Германию застроить кирпичами, скажем, примерно за 30 лет. Ну, по крайней мере, по датам, что я знаю, так получилось. Ладно. Ну, версия интересная. Посмотрим. Так, это у нас... Это у нас что, Илья? Ротхаус? Не знаешь, да? Наверное. Ну, эти я показывал. Там очень глубокие этажи. В принципе... Конечно, туда нас никто не пустит. А где мы речку потеряли, кстати? Блин, хотел вдоль речки пойти, и речку где-то мы уже потеряли. Вышли в центр старого города снова. Тут я уже как бы был. Придется нам возвращаться. Немножко мы что-то заплутали. Пошли искать обратно речку. Так, вернулись мы. Нашли речку. Думаем, где мы ее потеряли? Шли вдоль речки. А она у нас пошла вот под этот дом. Представляете? Вот под этот огромный несколькоэтажный дом. Сколько тут этажей? Раз, два, три, четыре этажа, да? Вот под этот... Сейчас мы пойдем дальше ее искать. Куда же она уходит? Очень интересно. И вот тут она из-под этого дома вышла. Сейчас я подниму вот так. Пошла туда дальше этой речки. Сейчас мы вдоль ее попробуем дальше ее найти. посмотрим, что там странно как-то. К сожалению, не видно вот того дома. Тут поворот, где вот она выходит. Я там через заборчик показывал. Вот тут окна тоже практически, ну, вы видите, они практически, да, возможно, там пол ниже, опять же, вот этого ручья. и она вот тут у нас за уковулок тут вот в дом кто-то вход себе сделал, мостик. Вот Илья в рабочей одежде, он даже не переоделся, я его сегодня после работы выдернул, но он как бы не против был. и уходит она туда дальше. Вот, течет. Так строить, ну, как-то у меня много вопросов строить. Вот подвалы ниже дна, пускай даже на сегодняшний день это ручеек просто, но я вас уверяю, когда много дождей и так далее бурно, а она тут бурлит так, что ой-ой-ой. Вот очередной дом стоит большой, и довольна. Ну, не знаю, тут окна, насколько глубоко там все, сложно сейчас сказать. Понятно, автомобиль вот стоит, там мы видим гараж, он, естественно, не очень глубоко по-любому, но если там еще ниже что-то, мы не знаем. Ну, дом большой такой, сколько тут, один, два, три этажа и там жилой чердак или как в России сейчас принято говорить мансарда, ёпоросята, откуда это слово выковырили. О, какой каменный домик большой, глубина, если еще этаж ниже, домик большой, начинался строиться под землей, по всей видимости, или, может быть, все-таки его чем-то как-то присыпало, а потом подоткопали немножко. ну, в принципе, мы устали идти вдоль речки, там все дальше примерно все так же, я так понимаю, будет, какие-то странности будут попадаться, не вписываются, которые в объяснение, ну, по моему мнению, река просто появилась когда-то позже, возможно, вот когда присыпало, ну, опять же, я ничего не утверждаю, может быть, подожди, я вот этот подъезд сниму, или, может быть, может быть, конечно, я слишком много разного наслушался, интересного, и как бы это принял, а это не значит, что кто-то другой должен это принимать, может быть, все же и по-другому это строили, там, как бы, ну, все равно, как-то немножко странно это, вот если цивилизация, катастрофа, потом опять строили на остатках, ну, тогда по мне, по моему мнению, это объясняется, все гораздо лучше и проще, нежели изначально построили этаж под землей каменный, а потом сверху начали вдруг вот этот сбалок и глина, там, навоз и так далее, забивать вот это вот, а потом со временем уже стали потихоньку на кирпич менять, так, тут похоже, мы вышли на другую притоку, очередной ручей, переходим его, ну, и тут вон там видно внизу даже дверь была, вон, видишь, дверь, остаток, сейчас окно там, вот, видно там внизу, вот там вот, сейчас я приближу немного, вот, хорошо видно, что там дверь была и довольно, ну, практически, если вода поднимется, практически сразу в воду выход был, и, да, и с другой стороны тоже дверь практически или там даже целые ворота сразу выход в воду, сейчас с другой стороны посмотрю моста, ну, с этой стороны даже видно, что окна вон просто замурованные, сделаны очень маленькие окна, как бы смысла вроде бы нету, да, их тут же, ну, получается, как бы нормально оставить, но люди понимают, что вода тут поднимается высоко, и значит, она просто будет в окна заливаться, получается, все же не было тут реки, скорее сего, те, кто тут изначально строили, тут, наверное, реки не было, я так думаю, мое личное мнение, вы можете мне возрастить, конечно, я с удовольствием прочитаю ваш комментарий, вот, объясните мне, если кто-то сможет, зачем тут окна сначала сделали, а потом их замуровали, ну, я понимаю, что вода поднимается, и она просто в окна будет затекать, а значит, смысла не было их вообще тут так делать, вроде городок маленький, ходим, бродим, ну, сейчас пойдем, вот, наверное, вот в ту маленькую, узкую улицу, и куда-нибудь туда выйдем, наверное, все равно выйдем, посмотрим, что тут интересное, увидим, в общем-то, я уже какой, ну, я тут не жил, поэтому этот городок плохо знаю, сколько сюда не попадаю, вот это старые города, тут вроде с одной стороны вышел, походил, походил, и обратно сюда же вышел, как успел, где завернуть, когда, и в общем, не зная городка, очень плохо, не имея сопровождающего, если, допустим, кто-то приехал в Хальбристад ко мне, я ему могу все показать, а вот, когда ты приезжаешь в чужой, даже маленький городок, что-то найти, как бы, проблематично, идем дальше, ну, в принципе, вот, все правильно, мы пошли, опять мы выходим, вот он, видите, башни выглядывают, куда-то мы туда, снова обратно идем, по этим узким улочкам старого города, да, друзья, посмотрите, какие узкие, закутковые, всякие, с какими-то непонятными поворотами улицы, в общем, тут что-то найти иногда, ну, почти невозможно, хорошо, когда есть у кого спросить, спрашиваешь, тебе подсказывают, и как бы, тогда упрощается, но все равно интересно по таким вот заколкам походить, вот, вы посмотрите, что делается, там слева еще немного осталось, каменная кладка, тут уже все заштукатурили, закрасили, и они в таком же духе продолжают дальше, и в скором времени мы этот замок просто не узнаем, будет такой современный, современный лад здания, ну, с какими-то фигурными вот этими на крыше, да, стенами, а в остальном, в принципе, уже что, современное здание получается практически на скале, вот так вот и убивают все, всю древность, зареставрировали, ну, все, друзья, мы возвращаемся на парковку, прогулялись хорошенько, немножко, что увидели интересного, показали вам, сами посмотрели, ну, в общем-то, на этом, пожалуй, все, всем удачи, счастья, здоровья, пока! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok